В актовом зале Загорянской школы искусств имени Розума не то, что свободных мест нет, встать негде. Ажиотаж вызвали общественные слушания, посвященные работе местной исполнительной власти. Организовала их общественная палата Щелковского района. Она давно обратила пристальное внимание на Загорянку. Отсюда поступает больше всего жалоб на нарушения в деятельности органов местного самоуправления и недостаточную работу властей по многим вопросам жизнедеятельности. Озабочена ситуация и в Загорянском, и общественная палата Московской области. Люди жаловались на то, что власть действительно не открыта для людей. Эти принципы губернатора, которые были озвучены, доступность, открытость власти, то есть вот эти принципы не выполнялись непосредственно в Загорянке. Напомним, высшим должностным лицом Загорянки является глава поселения, избранная из состава Совета депутатов Наталья Суменова. Но все хозяйственные вопросы решает назначенный Советом руководитель администрации Ольга Решетина. Похоже, между администрацией и Советом депутатов взаимопонимания нет. Мы проанализировали, допустим, перспективный план работы Совета депутатов, да, и обратили внимание, мероприятие-то направление Совет депутатов задает правильное для администрации, а администрация просто не работает на ней, под этим направлением. И поэтому экономика хорошая, а результатов мало. Не туда деньги тратится. В прошлом году общественная палата проводила в Загорянском общественные проверки работы органов местного самоуправления. Вторым этапом стали данные слушания. В палате обобщили жалобы и наиболее актуальные вынесли на обсуждение. Авторам обращений предлагалось перенести подтверждающие документы, администрации, в свою очередь, представить свои аргументы. Вот лишь некоторые претензии жителей к исполнительной власти о нарушении, по их мнению, их прав. Очень большое количество улиц, а именно даже могу перечислить, Светочная, Кооперативная, Гайдара, Чкалова, Серова, Чапаева, Южная, Чехова, это все улицы, на которых наш Кооператив состоит. Они не убираются в течение всей зимы. Мною было подано коллективное обращение граждан по поводу состояния уникального места нашего поселка, Бойма, реки Клязмы. На берег заезжают тысячи машин, квадроциклов, которые нещадно вытравливают все живое вокруг, загрязняют окружающую среду. Вырублено 700 деревьев, прокуратура все просчитала. Я просто представляю этот документ в президиум. Однако установленный законом порядок проведения общественных слушаний соблюсти не удалось. Руководитель администрации Ольга Решетина на слушание не пришла. Соответственно, пояснений по обсуждаемым проблемам не дала. Ольга Аркадьевна в данный момент находится на встрече с водоканалом. У нее назначено было на 11 часов, поэтому она здесь присутствовала. Но ушла. По поводу всех вопросов. Мы готовы дать компетентный ответ. У нас есть на каждый вопрос ответ. Дело в том, что мы ваше уведомление получили слишком поздно. Лукавит представитель администрации. Официальное письмо из общественной палаты они получили еще 19 февраля. То есть больше, чем за неделю до слушаний. Это очередная попытка администрации городского поселения Загорянская сорвать работу общественному контролю. Эти попытки совершались на протяжении всего года, потому что мы дважды проводили общественную проверку. Игнорирование результатов проверки привело к тому, что Загорянка опустилась на последнее место в рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти поселений района за 2015 год. Снизили результаты работы до последнего места. Это не мои заключения. Это заключение администрации Щелковского муниципального района. В результате слушаний жители проголосовали за ряд рекомендаций в адрес администрации поселения. В частности, руководствоваться в работе политикой губернатора Московской области и задачами, поставленными им перед муниципальными образованиями на 2016 год. Хотя рабочая группа усомнилась в способности Ольги Решетиной это сделать. Поэтому рекомендовала общественной палате направить обращение к губернатору с просьбой досрочного освобождения ее от должности за утрату доверия. Также рекомендовано создать в Загорянке общественный совет при органах местного самоуправления. Общественные слушания, я считаю, удались, потому что большое количество людей присутствовало, порядка 100 с лишним человек. То есть это говорит о том, что людям действительно не безразлично, где они живут, в каких условиях, какие проблемы. Действительно хотят решить эти проблемы, потому что действительно они здесь живут, им не все равно. Второй этап общественного контроля на Загорянке продлится до 10 марта. До этого времени жители могут приносить в приемную районной общественной палаты документы, подтверждающие нарушение их прав исполнительной властью поселения.